Здравствуйте! Это программа Акцент дня. Меня зовут Алексей Ильин. Как всегда, в это время мы обсуждаем самые актуальные новости последних суток. Как мы видим в сообщениях с передовой, битва за Артемовск подходит к финальной стадии. В СССР вынуждены отступать и формировать новые участки для обороны. Сегодня говорим о ближайшем будущем на передовой. В конце декабря на коллегии Минобороны России говорили о структурных изменениях в нашей армии. Подобные заявления звучат и от руководства ВСУ. Обсудим. На связи со студией бывший депутат Верховной Рады Украины Четырех Созывов Олег Царев. Олег Анатольевич, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, мы все прекрасно видим, что сейчас мы стремительно наступаем на солидарском участке. Нас ждут изменения в нашей армии. На что они направлены и насколько они улучшат ситуацию на передовой? Ну, как бы сказать, это победа, пролог следующих побед. И, безусловно, мы всему этому очень рады. С одной стороны, многие говорят о том, что с военной точки зрения это укрепленные пункты, да, они были укреплены, не так важны и не так принципиально. С другой стороны, важно, что? Важно, что Украина упиралась всеми силами для того, чтобы их не отдать. И оказалось, что этих сил недостаточно. То есть мы можем хоть и медленно, хоть и с ценой потерь, но двигаться вперед и перемалывать Украину. Вот в этом смысле, конечно же, для Украины это большой политический проигрыш. Ведь поставки оружия, как бы там и не было, связаны с тем, что Украина должна двигаться вперед. Не будет двигаться вперед, будет уменьшаться оружие. Для них это критично. Украина, в отличие от России, полностью зависит от внешних поставок. И для них это важно. Олег Анатольевич, ну вот в конце прошлого года на коллегии Минобороны России говорили о структурных изменениях в нашей армии. Собственно, что поменяется? Это, смотрите, вот военные действия, которые пошли, да, вот вначале все считали, что они будут носить военный конфликт, некий такой локальный характер. И в связи с этим и структура вооруженных сил была вот батальон тактических, то есть небольшие группы, которые на месте определяли командиры, как им принимать решения. Решения не связаны были с руководством, обладали возможностью самостоятельно двигаться вперед, назад, нападать. И это было достаточно успешно, как и у нас, так и у них. Но затяжной характер войны привел к тому, что мы возвращаемся к структуре Первой и Второй мировой войны. То есть когда были большие соединения, дивизии, корпуса, чем отличие? В том, что когда большие соединения, можно подключать авиацию, артиллерию, можно планировать какие-то более стратегически более сложные какие-то движения. Большие наступления, серьезная оборона, перебрасывать резервы. Вот сейчас украинцы формируют три корпуса. То есть раньше у них были БТГ, как и у нас, батальоны. Да, у них хорошо в том, что в них есть система электронная крапива, где они могут видеть все поле боя, могут управлять, могут подключаться каждый боец, каждый командир, видеть, куда летит беспилотник, откуда несутся, откуда, где стоят танки и так далее. Это, конечно, очень большой плюс. Нам надо двигаться в этом направлении. И у них, они создают 75 тысяч, они анонсировали, 75 тысяч группировку, 15 тысяч готовят Европейский Союз, более 10 тысяч готовят Великобритания. Они готовят, учат воевать, амунирование, аптечки, полностью вооружение, полностью электроника и все остальное. Вот, это из 75 тысяч. А вот, кстати, Олег Анатольевич, прошу прощения, вот 25 тысяч мы сейчас насчитали, а еще 50 тысяч, это откуда? Сейчас идет очень активная мобилизация. Очень активная мобилизация на улицах, городах, хватает людей. И они хотят домобилизовать около 100 тысяч, из них 75, будут отдельные резервы, которые будут готовиться, судя по всему, под наступление. И структура, когда они их объединяют, три корпуса, а не батальоны, это указывает на то, что это структура для наступления. То есть, это вот какие-то серьезные мероприятия, надо делать так, чтобы был один большой начальник, который управляет всей картиной боя. То есть, здесь уже вот такими осиными укусами не получится двигаться. Надо, да, французы дают колесные вот эти вот танки, да, танки БТР. Много дают БТР, дают американцы, дают немцы. В общем-то, они усиливают эту группировку. Очевидно, что подвеснут. Ну, у нас, в общем-то, вы задали вопрос вначале о том, какая у нас структура, у нас тоже переходит к дивизиям. То есть, если у нас была раньше батальонно-тактическая группа 5-7 тысяч, то теперь будет управление дивизией 10-15 тысяч человек. Усложнение структуры управления, оно дает какие плюсы? То есть, ты можешь осуществлять какие-то сложные вещи, задействовать большое количество людей, пополнять сложные маневры, подключать авиацию, подключать артиллерию. И минус такой, что если система управления будет работать медленно, то у тебя самолеты будут вылетать с опозданием на 2 часа, пушки будут стрелять по месту, у которого противник уже ушел давно, полдня тому назад, пока у тебя командир, лейтенант, свяжется с генералом, проходя через все полковников и майора. Вот в этом смысле. Усложнение, конечно же, плюс. Но при том, что должна быть какая-то система быстрых прохождений команды. Олег Анатольевич, вот вы уже сказали о том, что идет тяжелая техника от Запада, но вот улучшит ли это ситуацию в СССР? При том, что в телеграм-каналах огромное количество сообщений. Эксперты пишут, что техника, которая поступила, она в ненадлежащем качестве. Буржуйки не дошли до передовой. Их распродают в Киеве по огромным средствам. Мы с вами уже говорили по этому поводу когда-то. Я, в общем-то, сейчас повторю такую же вещь. Когда я читаю в СМИ, особенно в российских СМИ, федеральных, о том, что вот у них заканчивается такое-то вооружение. Вот у них заканчивается такое вооружение. Я вот специально выбрал к нашему интервью, выбрал цифры. Вот джавелинов в Украине передано 8500. Это треть того, что есть в США. Это действительно большое количество. Стингеров 1600. Это 12% того, что есть всего на Западе. Арт-системы 228. Это всего лишь 5%. 5%. РСЗО 38 штук, 3%. ПВО и ПРО 13 штук, 3%. Авиация 20 самолетов старых советских, это 0,1%. Я сейчас укрупненно сказал, что танков пока нет, и много чего еще нет, ноль. Ударных беспилотников и так далее, и так далее. То есть мы видим, что Запад передал Украине просто очень малое количество от того, что в него есть. Поэтому они могут передавать и дальше, и больше. Единственное, что их сдерживает, это угроза применения России ядерного оружия. Ну и, конечно же, поскольку война ушла в долгую, то, как в советское время говорили, что победу ковали в тылу, так и в наше время ничего не поменяло. То есть мы должны переводить на военную рельсу нашу промышленность, и в конечном итоге победят те, у кого будет больше снарядов, больше пушек, больше танков на поле будет. Ну, конечно же, командиры и солдаты должны делать свое дело. Олег Анатольевич, в своем телеграм-канале вы написали, что успех будет зависеть от того, кто быстрее проведет реструктуризацию. Что вы имели в виду? Только ли перегруппировка на передовой или все вышеперечисленное? В первую очередь то, что происходит в Тулу. Я хочу, знаете, мы все следим за фронтовыми сводками. Да, вот там занялись, или практически заняли сегодня Солидар, да, практически освободили Марьинку. Двигаемся в Артемовский Бахмуте. Это правда, да, действительно, это то, что мы видим. Причем не сколько погибло солдат там с обоих сторон, а именно какие населенные пункты мы освободили. И, кстати, в этом отличие сводки, которые давал советский софт-информбюро, от того, что делает наша Миноборона. То есть там говорили в основном о населенных пунктах, оставленных или освобожденных. Вот. И это показательно, да, это то, что вот итог. Но на самом деле победа действительно куется в Тулу. И вот сколько мы будем готовы производить, насколько мы будем готовы насытить фронт беспилотниками, опять же снарядами. Вот сейчас действительно снарядный голод. Вот сейчас под давлением США Пакистан передает или продает Украине 145-й калибр снаряды. Да, то есть снарядный голод сейчас есть. Здесь, в общем-то, не секрет, если когда мы оставили Херсон и я написал о том, что одна из причин это снарядный голод, так это была, наверное, первая запись на эту тему. Сейчас уже, в общем-то, мы не скрываем о том, что некий дефицит, особенно после скандала с ЧВК Вагнером, снарядов у нас присутствуют на фронте. Вот. И вот купили у Пакистана сейчас, но они разворачивают в Румынии. Причем разворачивают, помогают в Румынии разворачивать производство наших калибров советских, которые до сих пор активно очень используются в украинской армии. немецкие инженерии, немецкие фирмы разворачивают в Румынии производство. То есть они тоже готовятся, они тоже понимают, что война уходит долго, и в том, что нужны снаряды, нужны пушки, нужна техника. Вот с техникой, конечно же, я показал о том, что у них превосходство, которое они в любой момент времени могут увеличить вдвое поставки, втрое, и ничего страшного для войск НАТО не будет. А вот со снарядами им приходится напрягаться, да, снаряды, они не успевают в таких громадных количествах производить. Олег Анатольевич, вот сейчас, исходя из того, что Украина отходит из Артемовска, готовит новую линию соприкосновений. Это Славянск, Крематорск, Константиновка. Вот реструктуризация приведет к наступлению или только к обороне? Ну, реструктуризация, наверное, не совсем то слово. Можно долги реструктуризировать, активы, не совсем понятно, как это применимо к военным делам. Ну, мы просто возьмем очередные города, и самое главное, правильно, в общем-то, об этом пишут многие, о том, что главное – это Славянск. Возьмем Славянск, это можно, в общем-то, поставить точку именно в освобождении Донецкой области, Донецкой народной республики. Ну, это будет серьезный успех, но не взяв Артемовск, не подойдешь к Славянску. Поэтому мы двигаемся в этом направлении. Надо понимать о том, что, особенно под Новый год, очень часто задавали вопросы, когда это все кончится. Надо понимать, что, как минимум, будет два наступления. Это российских войск и украинских войск. По итогам этих двух наступлений будет новая реальность. В этой новой реальности мы уже будем дальше смотреть, кто пойдет на встречу, кто сдастся, на каких условиях можно будет обсуждать новую реальность. И уже тогда будет приниматься решение, будет продолжаться война или нет. Но без этих двух наступлений никто даже не будет говорить о каких-то переговорах. Олег Анатольевич, мы благодарим вас за это интервью. Всего вам доброго и хорошего дня. Это программа «Акцент дня». Меня зовут Алексей Ильин. Мы продолжаем следить за новостями, обсуждать их здесь, в этой студии. Всего доброго и до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин